В самом провозглашенной республике Косово набирает обороты процессное движение местных сербов. Обвинив власти края в этнических чистках и притеснениях, официальный Белград в бездействии. Они обратились к России с просьбой предоставить им гражданство нашей страны. Количество желающих получить российский паспорт уже достигло 21 тысячи человек. Своё обращение они подали в российское посольство в Белграде. При этом сами сербы говорят, что в России они переезжать не собираются. А гражданство им нужно, чтобы выжить. Сергей Халашевский на месте разбирался в проблеме. Прошение о предоставлении российского гражданства делегация Косовских сербов принесла в посольство России в Белграде. Сегодня мы вновь являемся, мы, это Россия, являемся единственным защитником распятого сербского народа. И это прошение направляется о спасении от разброда и полного уничтожения. И там в частности говорится, что пусть мы умрём, если умирать должно. Но главное, чтобы у нас не отняли душу, нашу православную душу. Для наших дипломатов такая просьба стала неожиданностью. Больше 20 тысяч человек обратились к народу, властям России, Госдуме, даже патриарху всей Руси за помощью. Российские паспорта, как считают косовские сербы, обеспечат им гарантии безопасности, которую этим людям не может предоставить ни Белград, ни натовские войска. Россия вместе с Сербией не признаёт независимость Косово. И эта позиция не изменилась со времён натовских бомбардировок Югославии. С 99-го года, когда натовские войска взяли Косово под свой контроль, оттуда бежали почти 200 тысяч сербов. Но ещё около 100 тысяч живут там до сих пор в различных анклавах в албанском окружении, не имея ни малейшей надежды на то, что их семьи будут в безопасности. Нынешние власти в Белграде взяли курс на вступление Сербии в Евросоюз. И косовские сербы на этом пути лишь досадная преграда. В Косовской Митровице, самом большом сербском анклаве, живут многие из тех, кто поставил свои подписи под прошением о гражданстве. Последние месяцы сербы здесь на осадном положении. Власти Косово в сентябре ввели сюда своих таможенников и пограничникам, чем вызвали волну возмущения. Сербы начали строить баррикады, дело дошло до жёстких столкновений. Нас убивают здесь каждый день. Вот вчера застрелили молодого парня. Натовцы сидят сложа руки. Они поддерживают только албанцев. И Европа их поддерживает. А нам-то кто поможет? От кого ждать помощи? Жить здесь стало невыносимо. Во время последней переписи нас даже не стали учитывать как полноправных граждан. Нам терять нечего. Поэтому мы обратились к России. Косовские сербы стали разменной монетой. Их судьбами Белград расплачивается за возможность войти в Европейский Союз. Просьба о российском гражданстве для косовских сербов – это крик о помощи. Пока со стороны официального Белграда нет никакой реакции на инициативу косовских сербов. Хотя можно предположить, что она будет негативной. Портить отношения с Евросоюзом после стольких уступок здесь не хотят. В то же время российском посольстве в Белграде считают, что предоставление гражданства – дело непростое. Однако вспоминают о прецеденте. В 1998-м перед натовскими бомбардировками Россия вывезла из Косово 42 семьи адыгов. Это были потомки солдат и офицеров царской армии, которые обосновались в Югославии после революции. Но тогда речь не шла о десятках тысяч человек, как сейчас. Впрочем, как уверяют лидеры косовских сербов, переселяться в Россию они не намерены. Российские паспорта нужны им только как доказательство того, что Москва не бросит их в беде.